Здравствуйте! Это Настоящее время Итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали этой недели в призме нашего получасового анализа. И сегодня спецвыпуск. Закрытые небеса. Зачем Лукашенко Протасевича мигом перехватывал? Почему обиделся Хамас и стала ли Европа еще дальше для граждан Беларуси? Говорим об этом в ближайшие полчаса. Итак, срочного освобождения Романа Протасевича, снятого с рейса Райнер-Афины в Вильнюс в минувшее воскресенье, потребовали в середине недели в Вашингтоне. Президент США в размещенном на сайте Белого дома заявлении осудил принудительную посадку самолета в аэропорту Минска. Этот возмутительный инцидент и видео, в котором господин Протасевич, судя по всему, дает признание под принуждением, являются позорным нападением как на политическое накомыслие, так и на свободу прессы, заявил Джо Байден. Видео, в котором бывший главред телеграм-канала «Нехто» признается, что принимал участие в организации массовых протестов в Минске в прошлом году, было опубликовано белорусскими силовыми ведомствами на следующий день после ареста Протасевича и его подруги, российской гражданки Софии Сапеги. Александр Лукашенко в середине недели, выступая перед парламентариями и членами Конституционной комиссии, заявил, что Протасевич и его соратники собирались устроить в Беларуси, цитата, бойню и кровавый мятеж. По сообщениям официальных белорусских СМИ, он также подчеркнул, что действовал законно по всем международным правилам и отметил, что экипаж рейса РАНР сам принял решение об экстренной посадке в Минске. Примечательно, что террористическая группировка «Хамас», которая официально Минск приписала возможную подготовку взрыва на борту самолета, опровергла причастность к этой истории. Также с опровержением выступили представители Швейцарии, из которой, по версии белорусских властей, поступило сообщение о минировании. Журналисту-расследователю Майклу Вайсу с коллегами удалось эксклюзивно получить доступ к электронному сообщению с угрозой о минировании, на которое ссылались белорусские власти. К сожалению, я не могу раскрыть вам источник, благодаря которому мы получили доступ к этому сообщению. Но мы получили подтверждение его достоверности на очень высоком уровне, поэтому были уверены, что информация не была фальшивой. Агентство Рейтера связалось с ProtonMail, службой электронной почты в Швейцарии, которая была использована для отправления этого фальшивого электронного сообщения. В ProtonMail подтвердили аутентичность сообщения и того, что оно было действительно отправлено на 24 минуты позже, чем авиационные диспетчеры в Минске предупредили пилота и весь экипаж самолета Ryanair, на котором Роман Протасевич летел в Вильнюс, что на их борту якобы находится бомба. Таким образом, мы имеем дело с совершенно смехотворной, глупой и даже комичной операцией КГБ. Может быть, в какой-то момент им удалось убедить людей в том, что это настоящая угроза, и на борту находится бомба, которую подложил Хамас. Но и это не выглядит правдиво, потому что Хамас не взрывает коммерческие самолеты. Им надо было использовать хотя бы Аль-Каиду или ИГИЛ для достоверности. Фамилия так называемого представителя Хамаса. Я посмотрел этимологию этой фамилии, и она уж точно не арабская. Она может быть русской, болгарской, азербайджанской или еврейской. Если бы я сидел в своем офисе и пытался сфабриковать очень нелепую спецоперацию, я не думаю, что у меня получилось бы это сделать лучше, чем у КГБ господина Лукашенко. С вашей точки зрения, какие факты или согласования действий по времени были наименее убедительными? Они сказали, что пришло электронное сообщение. Накануне, насколько я понимаю, Лукашенко выступил с обращением к парламенту и сказал, что эта угроза от Хамас поступила из Швейцарии. Было совершенно понятно, что он перепутал протон-мейл, службу электронной почты, базирующейся в Швейцарии, в которой любой человек может зарегистрировать электронный адрес с местом, из которого была отправлена предполагаемая угроза. Лукашенко не понимает, о чем он говорит. Он не координирует свои действия со своей собственной службой безопасности. А служба безопасности, между тем, провела незаурядную операцию с разведывательной точки зрения. Это на самом деле была качественная спецоперация. Они смогли ввести в заблуждение экипаж самолета, сказав им, что им якобы что-то угрожает, и изменить маршрут полета ради того, чтобы задержать интересующего их журналиста. С точки зрения разведывательного мастерства они совершили чуть ли не переворот, хотя легенда, которую они использовали, была абсолютно нелепой. Все, что им надо было сделать, это отправить электронное сообщение на 24 минуты или на 30 минут раньше, чтобы ситуация выглядела более достоверной и убедительной. Но, повторюсь, угроза, о которой они говорят, поступила через почти полчаса после того, как они связались с самолетом и сказали, нам сообщили о террористической угрозе. То есть, время отправки электронного сообщения разрушило всю историю? Юлия, тут есть и другие аспекты. Если террористическая организация захочет отправить сообщение об угрозе, она не будет писать в адресной строке «Аллах Акбар». Такое сообщение не привлечет внимания, оно не несет в себе срочности. Эту фразу используют все мусульмане мира, и она не означает, что происходит что-то зловещее. Ну и потом другие несостыковки. Электронное сообщение не было отправлено в Вильнюсский аэропорт, где самолет должен был приземлиться. Оно было отправлено в государственную управляющую компанию, которая отвечает за три аэропорта в Литве, два из которых не имели никакого отношения к этому рейсу. Сообщение не было отправлено и в Афины, откуда вылетел самолет. Самолет летел из Афин в Вильнюс, но в греческий аэропорт, сообщение не было отправлено. Оно было отправлено в Минск, в государственное ведомство в Литве. Как я уже говорил, эти сообщения пришли на полчаса позже, чем диспетчеры из Минска сообщили набор самолета об угрозе. Таким образом, история не складывается. С точки зрения прикрытия, она просто анекдотична. Примечательно, что уже к концу недели в Минске заявили, что электронных сообщений о минировании было несколько. Следственный комитет страны намерен обратиться к Швейцарии с просьбой о правовой помощи в расследовании. Стоит отметить, что Европа, не убежденная заявлениями Минска о поступившем сообщении о минировании борта РАНР, уже в начале недели в ответ на оперативные действия белорусского руководства, оперативно рекомендовало европейским авиакомпаниям прекратить сообщения с Беларусью, а также прекратить пользоваться воздушным пространством этой страны. К концу недели белорусский авиаперевозчик Белавиа сообщил о прекращении выполнения рейсов в 8 европейских городов. Ранее были отменены рейсы в Швецию, Украину и Литву. Проблемы также возникли с рейсами европейских авиакомпаний в Москву, которым в российской столице не дали зеленого света из-за того, что их курс был изменен и планировался совершаться в облет территории Беларуси. За комментариями по динамике происходящего я обратилась к главному редактору оппозиционного белорусского портала «Хартия-97 на Тирадиной» и журналисту сооснователю трибуна.ком Дмитрию Инаовоши. Неприятная правда состоит в том, что с подобной дикостью белорусы сталкиваются каждый день. Это только кажется по новостям возмутительным и является, конечно, возмутительным и диким поступком, но только за неделю предшествующей посадки самолета Лукашенко разгромил абсолютно крупнейшее белорусское медиа и не просто его заблокировал, а там закрыл, захватил все офисы, захватил все смежные компании, посадил 15 человек. А поскольку медиа продолжает все равно выходить в социальных сетях, они продолжают арестовывать его сотрудников и сейчас каждый день. За это же время убили в колонии политзаключенного. Подросток после допроса в белорусской милиции покончил с собой. Ну, как бы я не буду рассказывать, что такое допросы в белорусской милиции. Эта дикость происходит каждый день. Сроки уголовные, пытки в тюрьмах. И для белорусов действительно немножко удивительно, что именно этот сюжет, и только он срезонировал и попал во все мировые заголовки и на первые полосы газет и вызвал реакцию каждого буквально европейского политика. Но действительно объективная реальность состоит в том, что мы в широком смысле не только белорусы, но и русские или там украинцы, мы действительно немножко за римским валом находимся от Евросоюза, от европейцев. И наши проблемы, они как бы вызывают такое сочувствие, но не то, чтобы очень много способов помочь и не то, чтобы там они вызывают готовность отправить, сделать какие-то серьезные усилия, потому что решать эти проблемы. Эти проблемы придется решать нам самим. И очень важно это осознавать. Я думаю, что для белорусов оказалось очень красноречивым, насколько разница реакции Европы на те бесчинства Лукашенко, которые затрагивают эту Европу. И с другой стороны, эти события являются, как может быть, лучшей рекламой Европы. Вильнюс для белорусов это практически родной город, это меньше двух часов езды от Минска. Каждый белорус там был, и многие неоднократно. И вот насколько жизнь литовцев, греков, даже вот какой-то, не знаю, восточной Европы важнее для Европы, ну потому что Евросоюз воспринимает их как свою собственную неотъемлемую часть. И, конечно, очень многие белорусы в этот момент подумали, блин, как классно, наверное, быть тоже частью Европы. Если поднятие истребителя имело единственной целью арестовать Протасевича, что такого знают о Протасевиче, что делает его настолько важной и опасной фигурой для Минска? Ну, во-первых, это произошел фактически захват самолета, не просто его посадка, то есть это можно приравнивать к террористическому акту, что, в общем-то, и сделали страны Запада, запретив европейским авиакомпаниям полеты над территорией Белоруссии и запретив полеты Белави в страны Евросоюза. И я не могу объяснить, почему это произошло, потому что есть разные версии, для меня тоже такой-то разная информация, в том числе от силовых структур. Но, в общем-то, если коротко, можно сказать, что сошел с ума и Лукашенко, и часть силовиков, на которых он опирается, потому что они совершенно сейчас не просчитывают последствия своих действий. То есть это полная депрофессионализация и силовых структур, и показатель психического состояния самого Лукашенко, который безумно боится потерять власть и, в общем-то, идет вот на такие шаги. — Непосредственно по самому Протасевичу. Ведь все-таки подняли истребитель, все-таки посадили гражданский самолет, все-таки арестовали Протасевича. Что мы знаем о нем? Знаете ли вы о нем что-то особенное из каких-то источников именно по поводу степени той угрозы, которую он представляет в глазах официального Минска? — Я не знакома с ним лично. Я знаю, что, да, он работал на телеграм-канале «Нехта», потом еще осенью прошлого года ушел оттуда, стал работать на других каналах. Понимаете, здесь трудно сказать, какую опасность представляет Протасевич, какую опасность представляют тысячи людей, которых сегодня находятся в тюрьмах, потому что на самом деле в Беларуси тысячи политических заключенных. Вот, например, прошел суд над активистами гражданской компании «Европейская Беларусь», они были приговорены к срокам от пяти до семи лет. На самом деле уже сотни людей осуждены, поскольку уже судебный конвейер идет вовсю, на сроки от пяти до даже восемнадцати лет тюрьмы. Пять, семь, десять, двенадцать, восемнадцать. Понимаете, чудовищные сроки. Политические заключенные сегодня умирают в тюрьмах. Вот несколько дней назад в тюрьме был убит, я убеждена, что это убийство активиста оппозиции, политический заключенный Витальта Шурок. Вот сегодня его как раз хоронили. Но официальная версия была в том, что у него сердечный приступ, правильно? В последствии родственникам заявили, что причина смерти не ясна и выясняется. Но даже по тем кадрам, которые опубликовал Следственный комитет, видно, что человек в очень плохом состоянии, он находится в штрафном изоляторе, ему не оказывается медицинская помощь. Это был абсолютно здоровый человек до ареста, у которых не было никаких проблем с сердцем, понимаете? Над политзаключенными сегодня издеваются в тюрьмах, их пытают. Они находятся в очень жестком режиме, поскольку этот вопиющий факт, на политзаключенных навешивают бирки желтого цвета, понимаете? То есть и отношение к ним в тюрьмах особенное. Я вот все время призываю, и многие лидеры оппозиции призывают, реальные лидеры оппозиции, конечно, введению экономических санкций, понимаете? Вот это нужно сейчас говорить всем в полный голос, жестко требовать от лидеров Европы, от Соединенных Штатов введения жестких экономических санкций. К счастью, вот сейчас президент США Байден выступил с заявлением и сказал, что санкции против Беларуси будут усилены. Это очень правильно. Я напомню, что США возобновили те санкции, которые были введены против режима Лукашенко в 2008 году, которые, кстати, привели к освобождению тогдашних политзаключенных. И мы очень надеемся, что те санкции, которые возобновились, что они будут расширяться, потому что необходимо вводить санкции против предприятий Белнефтехима, против Беларуськалия, запрещать экспорт нефтепродуктов из Беларуси, запрещать покупку калия в Беларуси, вводить санкции против банков, против предприятий, которые оказывают давление сегодня на рабочих и препятствуют забастовочному движению, вплоть до отключения Беларуси от СВИФТ. Спектр действий очень широкий, но это то, что действительно поможет спасти людей в Беларуси. И, безусловно, к таким санкциям должен немедленно присоединяться Европейский Союз, потому что сегодняшние санкции, которые мы имеем, персонального характера в основном и против нескольких организаций, они не оказывают давление на Лукашенко. НАТО РАДИНО в нашем эфире. Примечательно, что в рамках ответа Европы на действия официального Минска уже в начале недели по результатам заседания саммита ЕС, на котором доминирующей темой должна была стать Россия, а была Беларусь, ЕС заморозил пакет помощи Беларуси, составляющий 3 миллиарда долларов. Разморозить его по официальным заявлениям Брюссель будет готов при условии демократизации в Беларуси. Разбираемся в международных сигналах Александра Лукашенко и сигналах Лукашенко международному сообществу с нашим постоянным аналитиком Владиславом Моноземцевым. Сейчас все говорят о том, насколько сильный удар получает белорусская авиаиндустрия в связи с последними решениями Евросоюза. На ваш взгляд, на такую реакцию ЕС в Минске не рассчитывали? Слушайте, мне кажется, что нет, на самом деле, потому что мое ощущение заключалось в том, что, конечно, как и Путин на многих случаях, Лукашенко предполагал, что это может сойти ему с рук. В конце концов, никто не пострадал, самолет отпущен, так сказать, он, в кавычках, забрал свое. Но, на самом деле, я бы сказал, что и я не мог такое предположить, потому что все-таки то, что сделали европейцы, это, я бы сказал, достаточно радикальный шаг, который до этого пока не предпринималось. Мы помним, как при Трампе после отравления Скрипалей обсуждался вопрос о закрытии рейсов афрофлота в США, но, опять-таки, это только обсуждалось, да, и во второй части санкционного пакета это так и не было осуществлено вместе со всей второй частью. Здесь это было сделано очень быстро и очень показательно. Я думаю, что, конечно, учитывая сегодняшнее выступление Лукашенко перед депутатами Белорусского парламента, когда он там пытался юлить, говорить о Швейцарии, о Хамасе, о чем угодно, но это, конечно, показывает, что готовности не было к этому. Ну, а с чем связан вообще такой плохой просчет рисков со стороны Минска, как вы думаете? Я думаю, что это не плохой просчет, я думаю, что, в принципе, это общее свойство и Белоруссии, и России, собственно говоря, ну, почему, так сказать, не просчитывали риски, допустим, с травлением Навального, почему не просчитывали риски с поставкой букв на Донбасс? То есть, в действительности, мне кажется, что такого рода вещи, они просчитываются плохо. В целом просчитывать плохо. И вполне возможно, что это дело в спешке, естественно, никто не знал там за несколько дней, когда он точно полетит. Но в данном случае это показывает просто уровень ожесточения Лукашенко и его окружения против своих оппонентов и убеждает меня в том, что что-то подобное может происходить и дальше. Ну, вот скажите, под давлением международной общественности, на ваш взгляд, Протасевича могут освободить? Что вообще такое Протасевич для Лукашенко? Однозначно нет. Не важно, что такое Протасевич для Лукашенко, для Лукашенко Протасевич – это человек, которого он, так сказать, схватил, посадил в тюрьму. Это такой же человек, как и, там, тоже самое Бабарико или Мария Колесникова, как многие другие участники протестов, которые в ближайшее время, на мой взгляд, не выйдут. Единственное исключение – это Виталий Шклеров, наш общий знакомый. Но в данном случае это было очень жесткое давление американцев и какие-то заходительственные договоренности. А что касается в целом рядовых белорусов, которые протестуют против его режима, я думаю, здесь шансов нет. Ну вот касаемо отсечения, получается, Беларуси от Европы, сейчас авиасообщение прекращенное, оно ведь делает ровно это. Оно, с одной стороны, наказывает Лукашенко, а с другой стороны, наверное, в какой-то степени оно наказывает и белорусских граждан. Ну, очень большой. Я бы даже сказал, что, по сути, это первый прецедент серьезных санкций против авторитарного режима, который реально очень сильно бьет по людям. Потому что, если мы посмотрим на российскую практику, то одно дело вести санкции против права вагонзавода и господина Кириенко, а другое дело действительно серьезно попортить людям жизнь. Мы прекрасно понимаем, что белорусы действительно много путешествовали. Я слышу много высказаний о том, что наконец-то сейчас закончится эта ужасная пандемия, и мы снова начнем ездить. Плюс к этому Белавия стала большим транзитным перевозчиком. Как тоже в Минске шутят, что слоганом Белавия должна быть фраза «Мы привезем вас в любую страну, с которой поссорится ваш президент», обращенная к россиянам. Но так или иначе, да, это большой удар, и в принципе люди абсолютно не виноваты в том, что это произошло. Можно выразить только глубокое сожаление и сочувствие всем работникам Белавия, потому что, в общем-то, это была нормальная абсолютно авиакомпания, и она пострадала по большому счету ни за что. Но так или иначе, мы посмотрим, что будет дальше. Еще раз повторяю, эти санкции, они достаточно радикальны на фоне всего того, что было сделано раньше. В композиции белорусской экономики, в принципе, авиационная индустрия, которая, очевидно, сейчас пострадает, она какое занимает место и какие круги по воде от этого могут пойти? Не очень большое. На самом деле, смотрите, в ВВК Беларуси большой роль играет транспорт в целом. И это, безусловно, транзитная страна. Вот в России часто говорят, что она мост между Европой и Азией, но в Беларуси сама по себе очень большой мост между Россией и Европой. И если мы говорим о железнодорожном сообщении, если мы говорим о товарном, грузовом автосообщении, то это действительно критически важная, в том числе для России, позиция, потому что через Беларусь проходило приблизительно две трети автомобильного транзита из Европы. Что касается авиационной отрасли, то я бы сказал, что здесь более серьезный удар будет нанесен за счет сборов за пролеты. Есть такое предприятие «Биоаэронавигация», и вот оно поставляет в беларусский бюджет порядка 60 миллионов долларов в год навигационных сборов. Вот если авиакомпании будут обходить Беларусь, то это, конечно, будет определенным ударом для бюджета. Но опять, учитывая, что бюджет в Беларуси порядка 9 миллиардов долларов по доходам, это тоже не самое катастрофическое последствие. Ну а вот помимо беларусской авиации, вот это решение, рекомендации ЕС облетать беларусское авиапространство, оно еще в какой-то рубль, доллар, евро может встать для других участников вообще этого процесса? Говорят о том, что облетать – это тоже деньги. Ну, вы знаете, да. Но опять-таки я не думаю, что это критически большие деньги. Одно дело, допустим, когда… Ну вот, например, мы прекрасно знаем, как можно полететь, допустим, из Киева в Тбилиси. То есть, прямой путь через Донбасс и Ростовскую область, Краснодарский край, он реально был полтора раза короче, чем то, что они сейчас летают через Одессу, Черную морю, Турецкое побережье северное. Опять-таки, да, даже полет российских авиалиний, например, в Стамбул, когда вы обходите Донбасс и проходите по Ростовской области, это тоже там прибавка, или в Болгарии, да, это прибавка где-то на 40 минут, на четвертую часть полета. Что касается Белоруссии, то в данном случае основные трассы – это полеты и товарные, и грузовые авиации из Ближнего Востока в Северную Америку и европейцев из Европы в Азию. Там на таких масштабах расстояния, крюк на 200-300 километров, он не играет значительно роль. Поэтому я думаю, что здесь, ну, никто особо не заметит. Если пофантазировать, экономические последствия для России от того, что сейчас происходит, будут какие-то ощутимые? Ну, вот ощутимые настолько, что, например, Москва очень расстроится? Нет, я думаю, что не будет. Я думаю, что Москва очень расстроится, потому что данная ситуация, она обостряет ее отношения с Западом, потому что все обозреватели абсолютно убеждены в том, что либо Лукашенко согласовывает с Кремлем, в чем я не уверен, либо Кремль его поддерживает, что очевидно. Поэтому фактически на Путина распространяется и на Кремль распространяется вот этот негативный шлейф, который идет от Лукашенко, что, конечно, для России плохо. Что касается экономических проблем, я просто думаю, что в очередной раз он приедет просить денег, потому что действительно на сегодняшний день уже невозможно перекредитовываться в Белоруссии, бюджет в Белоруссии где-либо, за исключением Российской Федерации. Потому что плюс к тому, все-таки ситуация с резервами очень тяжелая, тратить их совершенно сегодня не представляется возможным на возврат долгов, потому что даже одни валютные вклады белорусских граждан в банках своей страны превосходят валютные резервы Национального банка в четыре раза. То есть это ситуация, которая потрясающе отличается, допустим, от российской, где тот же показатель составляет 15%. То есть поэтому в данном случае у Лукашенко есть один кредитор, и я думаю, ему придется напрячься. И уже к концу недели стало известно, что премьер-министр Белоруссии обратился к России с просьбой о поддержке в связи с экономическими проблемами. Это заявление было сделано накануне встречи президентов Путина и Лукашенко, состоявшейся в Сочи в пятницу. На переговорах с российским коллегой белорусский президент назвал скандал вокруг событий с самолетом Ryanair, попыткой раскачать ситуацию в стране до уровня протестов прошлого года. Владимир Путин назвал события всплеском эмоций и отметил, что у Белоруссии и России на повестке дня стоит много других важных вопросов. Продолжаем следить за развитием событий. Дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Всем всего доброго и до следующей субботы. Субтитры подогнал «Симон»!